Более 300 миллионов рублей составляет сегодня сумма задолженности жителей Волжского за коммунальные услуги. У некоторых горожан неплатежи копятся в течение нескольких лет и в ряде случаев уже перевалили за 100 тысяч рублей. Именно по таким адресам в Волжском сейчас проходит рейд из участия коммунальщиков и судебных приставов, цель которых в том числе и ограничение подачи услуг ЖКХ. В одну из нехороших квартир побывала и наша съемочная группа. Репортаж Елены Лыковой. В эту квартиру судебные приставы хорошо знают дорогу. Были здесь неоднократно. Долг хозяев за коммунальные услуги – 162 тысячи рублей. Такая сумма набежала за 4 года. Здесь прописано 6 человек, в том числе четверо взрослых, и ни один за свои квадратные метры не платит. Двоих детей я исключаю, вот осталась я и три брата. Один в Котово недееспособный, второй в Котельниково не жить, не платить не хочет. В двухкомнатной квартире уже давно нет света, горячей воды, теперь пришел черед отключения газа. Процедура не хитрая, говорят специалисты. Установка газовой заглушки занимает не больше 10 минут. Хотим заострить внимание, что мы прекращаем поставку газа только на газовую плиту. То есть мы вот видели, установили заглушку на газовую плиту. То есть прекратилась услуга пищеприготовления. Значит, отопление здесь централизованное, отопление не трогается. Долг только по газу в этой квартире перевалил за 12 тысяч рублей, а в целом по Волжскому он составляет 19 миллионов. Отключение голубого топлива – крайняя мера, когда все остальные пути решения проблемы себя исчерпали. По словам представителей расчетного центра, есть горожане, которые просто игнорируют платежные квитанции. Свыше двух тысяч владельцев квартир сегодня имеют задолженности более чем за полгода. В добровольном порядке не погашают, их неоднократно предупреждают всегда. То есть это не так, что неожиданно пришли и взяли, отключили. Сейчас проводятся рейды именно со службой приставов. Это по должникам, у которых задолженность общая по коммунальным услугам составляет свыше 100 тысяч рублей. То есть данных должников по городу Волжскому 74 человека, 74 адреса. То есть они все планомерно будут в любом случае доведены до конечного результата. Это все услуги будут ограничены. Следующая и, пожалуй, самая крайняя мера после отключения услуг ЖКХ – выселение из квартиры. Светлана Афонина призналась, что знает о таком варианте событий и намерена начать погашение долгов. В феврале она пообещала отдать небольшую часть суммы.